В этом видео я покажу интервью с жителем Донбасса Валерием Матюшенко, который 8 лет провел в российском плену. Его схватили еще в 2016 году за то, что он придерживался проукраинской позиции, жил он в поселке Комсомольское Донецкой области на оккупированной территории, и освободили по обмену только в 2024. 8 лет человек провел в плену просто за свою проукраинскую позицию. Еще в 2014 году Валерий Матюшенко был свидетелем вторжения регулярной российской армии на Донбасс, когда Путин рассказывал, что их там нет, но жители Донбасса все знали и видели своими глазами. И теперь дальше просто посмотрите, послушайте, что рассказывает этот человек. И, соответственно, можно сделать выводы, как на самом деле Россия относится к жителям Донбасса, и что она делает с теми жителями Донбасса, которые просто-напросто сохраняли проукраинскую позицию и не хотели отделяться от Украины. Мы думали, что это закончится очень быстро. То есть я даже забегу вперед, когда я попал даже туда на эту изоляцию, и когда человек ко мне подошел и говорит, ну ты рассчитываешь, что ты там посидишь минимум год, то я говорю, какой год? Это было в июле, а я говорю, сейчас где-то к ноябрю, декабрю должно все закончиться. Вот поэтому остались мы, у нас, во-первых, сын учился, ехать некуда было, и мы как бы были вот в таком состоянии, что вот-вот оно все закончится. По крайней мере, никто вообще из моих друзей и знакомых никто не думал, что это настолько затянется. Поэтому, и причем очень многие, все думали, что это вот-вот месяц-два, и этому придет конец. Все люди говорили, что это, да, это закончится вот-вот. Забрали, у меня там магазинчик был, у меня там была мастерская по ремонту бытовой техники, и так получилось, что когда вот зашли вот все эти вояки, так называемые, так называемые ДНР, они у меня это все забрали. Это помещение, эти помещения у меня были, это раньше было общежитие. Общежитие, это была передвижная механизированная контора, рядом стоит там большая площадь, они ставили там технику, вот, и они заняли, и они здесь начали жить, в этом помещении, причем они взломали, они взломали мои двери, вот, там у меня склад был, вот одно помещение, и, то есть, когда все это началось, у нас с женой был там магазинчик, и мы все остатки бы закрыли, это все дело, и все остатки свезли сюда, на склад. Ну, вот его вскрыли, вот, и там взяли то, что им нужно было. У нас украинские войска зашли, ну, они буквально зашли на несколько дней, я не могу сказать точно, но несколько дней они побыли у нас, и потом вышли, они вошли, уходили туда, в сторону Мариуполя, вот, там села Раздольная, есть Васильевка, они в ту сторону выходили, это был еще Иловайск тогда, и наши ребята выходили оттуда, и когда я встретил этого парня, его зовут Сергей, я говорю, Сереж, как дела? Он говорит, Валер, да у нас стоят танки, я говорю, российские, это от Комсомольска, ну, я не знаю, километров, наверное, 20. Через несколько дней, когда выходила наша колонна из Иловайска, я проезжал это село, от меня там буквально, я не знаю, километра, наверное, 4-5, Екатериновка, и я видел эту нашу разбитую технику, которая, когда вошли туда, и я проезжал, очень много было битой техники нашей, украинской, стояло, причем это зашли россияне, почему я понял, что это россияне, я как-то уже на следующий день, наверное, вышел вечером, ну, как бы у меня дом стоит так, около, ну, в центре стоит, на площади, можно сказать, сразу, я вышел, я смотрю, идет военный с девушкой, а у него висел, вот есть такое оружие российское, ВАЛ, это штурмовая винтовка, которая, я понял, что это, они же никуда ее не экспортируют, ничего, то есть, я когда этого человека увидел с этим, это был парень лет 25, наверное, и у него сзади висела эта винтовка, я понял, что это зашли россияне, а потом, когда я уже выезжал из Комсобольска, а в сторону Донецка, у нас там есть такой переезд железнодорожный, и там уже стоял блокпост, и когда меня попросили паспорт, сказали, предъявите паспорт, я дал паспорт, то есть, человек взял этот паспорт и открыл его не так, как наш открывается, вот так, да, а он его открыл вот так, вот, и я понял, что это уже стоят, это стоят россияне, в 17-м году, 15-го июля меня задержали, да. А что вам инкриминировали, за что вас задержали? Ну, меня задержали, по крайней мере, в приговоре, у меня написано, что за шпионаж в пользу иностранного государства Украины, причем, я уже об этом как-то упоминал, причем меня судили по уголовному кодексу Украины 61-го года, и когда судья прочитал этот приговор, в котором указалось, что согласно приговору Украины 61-го года, я приговариваюсь к 10 годам лишения свободы строгого режима за шпионаж в пользу иностранного государства Украины, то есть, вот так это абсурд. Вас кто-то, на вас написал донос, да, вот почему вы оказались в поле их зрения, то есть, вы были про украинских взглядов, и как-то об этом кто-то знал, да? Об этом знали, а как меня задержали и почему, ну, я не знаю, будем так говорить. За мной 4 человека приехали, одели наручники, одели пакет на голову, посадили в автобус и повезли, ну, то есть, мы ехали, и там меня пару раз треснули, потом они меня привезли куда-то, пакет сняли, обыскали, я увидел, что куча военных сидит в помещении, вот, и меня отвели, обыскали, отвели в такую маленькую-маленькую комнатенку, без окон, под видеокамерой, она постоянно была, постоянно горел свет, вот, и я там просидел 2-3, 2-3 суток, я даже, ну, не знаю, потому что я не мог ориентироваться. Это была изоляция уже, я потом уже узнал, хотя там было такое правило, что меня привезли, да, вот в эту комнату, я там 3 дня побыл, а потом перевели в подвал. В подвале там были уже ребята, и там, кстати, был Влад, ой, Стас Асеев, я вот там с ним познакомился, мы там с ним сидели, и я сначала спрашивал, где мы находимся, мне никто не, ну, не мог сказать, потому что, если ты говоришь, что где вы находитесь, у тебя могут быть проблемы, а никто же не знал, кто я, да, подсадили меня специально туда, или почему я там, вот, и это была уже, вот, изоляция, после этого подвала меня перевели, туда, вернее, после этой комнаты перевели в подвал, и в подвале уже, там меня, конечно, через несколько дней в этом подвале, там начались пытки, вот, в этом подвале, там такая еще металлическая дверь, и в подвал были железные ступеньки, и вот это состояние, постоянное там, особенно на изоляции, это постоянное какое-то состояние такого, если ты слышишь, ну, у человека какие-то ступеньки, там где-то, по ним кто-то идет, стучат, вот, это состояние какого-то такого ужаса, потому что, ты думаешь, если это за мной, то это, это как бы опять, то есть, такой тихий ужас, и ночью у меня открылась дверь, эта металлическая, назвали мою фамилию, сказали выйти, там я, естественно, был, первые два месяца, вообще-то мне разрешали пакет с головы снимать, то есть, если кто-то заходил, ты обязательно одевал пакет на голову, вот, и ты вышел, я вышел, и там, прямо за дверью меня начали избивать, это было три человека, среди них был один такой палыч, который сейчас сидит, то есть, это была главная, глава этого учреждения, вот, и там было еще, еще было два человека, причем это были люди, которые там же были, сидели, они там задержанные были, вот, один каким-то образом вышел по обмену, вот он бывший полицейский в Донецке, причем, когда уже, после того, как меня уже избили, там, когда уже меня потащили в другое помещение, там начали пытать электричеством, и он меня держал, когда мне привязывали провода к ногам, и он начал мне задавать вопросы, я понял, что я знаю этого человека, его бабушка жила у меня в Комсомольске, буквально там, я не знаю, максимум 100 метров там от меня, и то того, и дом стоял ее, вот, и этот человек потом вышел в девятнадцатом году по обмену, вот его забрали. Это не Бражников? Это Бражников. А, я понял, да, с ним же тоже известная история. Это Бражников, который сейчас находится во Франции, вот, да, это был он, причем он принимал участие такое активное во всех этих пытках, но после этой ночи у меня, конечно, меня потом перевели на первый этаж, вот, из подвала, ну, я когда увидел себя, так, рядом со мной там находился, там был такой, у нас патологонат, там он из моего города, я его знал, Саша, а я говорю, Саша, у меня что-то, я не могу не лежать, не чихнуть, не вдохнуть, вот он мне говорит, у тебя ребра поломаны, потом уже, когда я вышел, и меня сразу с Жюляна отвезли сюда, сделали МРТ, сказали, что три ребра было поломаны, два слева, одну справа, вот, и вот после этого я полтора месяца где-то так спал на этой наре, так к стене прислонюсь, вот так подремаю, туда привозили еще людей, которые, вот, допустим, раньше сколько проезжаешь, если я ехал, допустим, сюда, на территорию Украины, это же очереди были кошмарные, просто ты подъезжаешь, там вообще невозможно туда влезть, и вот как-то просто привезли из Горловки, их было пять или шесть человек, это были такие, лет по 19-20 было, по ЦА2 такая, там у них был свой главный, которые, они просто, с утра занимали очередь в этой колонии, которая проезжала, и потом эти очереди, они продавали, они продают тебе очередь, там за 200 гривен, насколько я помню, тогда было, и они становятся опять, им опять свой же уступает место, где-то в середине очереди, и так они, вот из-за таких, как бы двигалась очередь, в Бетлину, вот таких опять тоже привезли, их подержали, там я не знаю сколько, ну, я не знаю, наверное, может, недели три, вот, и потом их отпустили. У нас сидел там человек, который просто убил девушку, причем он, он потом это не афиш, вернее, он не скрывал этого, он сказал, что я увидел в ней укропку, он просто расстрелял ее через дверь, вот, забрал ее машину, и потом, кстати, по этой же машине, ну, жадность такая подвела, его потом и вычислили. В изоляции мы, там мы работали, причем там такая была дурная работа, которая, ну, это просто была, я так понимаю, работка, вот, то там шпалы потягать, вытащить из земли, ну, это все, на изоляции это все распродавалось, потому что я когда увидел этот завод, эти цеха, которые были полностью, там, они пустые были, там все было срезано, весь металл, все вырвано, все вырезано, цеха вообще пустые были, просто завод теплоизоляционных материалов, просто его вырезали полностью. То есть они вас как заключенных использовали для того, чтобы вы этот завод и разбирали? Ну, да, ну, там, причем были такие вещи, которые, там был один бокс, огромнейший бокс, в котором стояли несколько фур, вот, это были фуры, которые отжатые были, и он был весь заполнен продукцией Киев-Конти, то есть это были такие печенья шоколадные, в основном это, причем я столько никогда не видел, потому что это были такие горы, вот, мы, причем из одной горы, вот такой, из Киев-Конти вытаскивали, ну, кого-то отжали машину, как сейчас помню, Volkswagen Bora черненький такой, вытащили оттуда машину, но это все опять же продавалось, и нас оставляли, нам давали новые коробки, мы все это перепаковывали, мы брали эти вот, вот эти вот, Киев-Конти продукцию, это печенье, мы их разрывали, упаковку, складывали в коробки, и в коробках, потом это все загружали там в Уралы, а так как есть очень хотелось, мы еще и ели эту продукцию, это была единственная, единственная вещь, которую можно было там есть, вот, потому что, то, что давали, допустим, в 7 утра и в 7 вечера, это давали, там, рис, допустим, вареный, крупу, которая была, ну, просто сварена, и иногда с хлебом, иногда без хлеба, это такой хлеб кусочек, я не знаю, тоньше мизинца был, просто, бывало частенько такое, что хлеба не было. В изоляции я пробыл, ну, вот, я пробыл с 15 июля 17 года, в апреле меня увезли, в апреле месяце, или даже в мае, я попал уже в СИЗО, когда в Донецкое СИЗО приехали, ну, я когда, когда увидел это СИЗО, я просто обалдел, там, не дай бог, вот, само, сам вот обстановка эта, которая, вот эти серые стены, это, это все, это просто, когда открыли камеру, а у тебя в проеме двери, наполовину двери стоит, ну, как бы вам помягче сказать, ну, туалет, да, такой постамент, где-то метр высотой, крысы лазят по камере, ну, это, это было, конечно, жутко. В процессе этих вот допросов, всего это, когда все закончилось, уже начались, начались суды, суды, конечно, происходили, так интересно, тебя привозят в суд, минут на 10, потом тебя, увозят назад, сказали, что судья, допустим, не приехал, и так могло продолжаться, там, через две недели, опять тебя привозят в суд, опять, он не приехал, вот, и, как бы, ты постоянно ездишь, то суди нету, то судья поменялся, и это продолжалось довольно долго. В колонии меня отправили, это было в мае, нас в столовую не выводили, чтобы мы туда вообще не выходили за забор, нам привозили, там специальный человек был, который приносил нам еду, ну, едой это назвать нельзя было вообще, то есть, когда тебе приносят, то, что называется, щами, а там лист капусты плавает, и там пару картошин, вот, и каждому хочется эту картошку себе, вот, ее ищут. В середине стоит буржуйка, гуляют тебе два мешка на неделю, а два мешка на неделю, это, это, они вылетают за двое суток, это эти два мешка. В 19-м году, когда прошел, когда прошел обмен, к нам, короче, пришел человек и говорит, что если называю фамилии по списку, одни отходят в одну сторону, другие в другую, и вот он назвал фамилию, и одна группа отошла, и никто же не знает, какая группа, что, и он говорит, вот кого назвал, сейчас уходят со мной, и они ушли писать вот эти помиловки, так называемые, и мы остались, нас там осталось человек, нас осталось, наверное, человек 11, это было состояние просто, ну, кошмарное, когда они пришли все, улыбающиеся там, вот, и я говорю, ребят, там, как бы, если вы там будете молчать, надо рассказывать, что происходит здесь, потому что, чтобы люди знали, потому что, если вы будете молчать, опять это затянется на очень долгое время, выйду, я не знал, до самого последнего момента, пришел дежурный по колонии, и говорит, матюшинка, собирайся с вещами, а я говорю, а собираться куда? он говорит, домой, ну, я, конечно, как-то, я взял сумку, там, что было, такое, там, какие-то вещи, которые оставались, я оставил ребятам, вот, взял с собой, там, кое-какие книжки, там, там, и все, и меня повели в дежурную часть, в спецчасть, это уже начался, так сказать, путь домой у меня. Такие рассказы я собираю и документирую для того, чтобы сохранить их для истории, чтобы через 20, через 30, через 40 лет, когда сегодняшние события уже забудутся, никто не мог сказать, что этого не было, мы все придумали, что это какая-то украинская пропаганда, а остались задокументированы в истории вот такие вот свидетельства очевидцев, которые сами все пережили, через это прошли, и чтобы никто в России не мог сказать, что Россия такого никогда не делала, и не мог больше придумывать всю эту чепуху про братские народы. Подпишитесь на канал и распространите это видео, чтобы как можно больше людей знало правду. субтитры создавал DimaTorzok,